Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта Читай Быстро, в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат, 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. И сегодня у нас в гостях Майк Викинг с книгой «Хюге. Секрет датского счастья». Для начала важный исторический факт. Вот уже несколько лет по заказу ООН в мире готовится отчет, который называется World Happiness Report. Его задача определить жители какой страны являются самыми счастливыми на земле. И вот уже третий год подряд этот рейтинг самых счастливых жителей на земле возглавляют жители Финляндии. На втором месте жители Дании, а в десятки, в топ-10 таких стран находятся еще и жители Швеции. И получается, что весь скандинавский полуостров живет очень счастливо. Как так получилось? Вот разобраться в этом попробовал как раз Майк Викинг и это вылилось все в маленькую книгу «Хюге. Секрет датского счастья». Давайте попробуем разобраться и мы. Значит, Майк Викинг, про него особо много неизвестно. Он просто основатель, исполнительный директор института исследования счастья в Копенгагене, писатель, оратор и автор нескольких книг, связанных вот с исследованием Дании. «Хюге», которое вынесено в заголовок слова, оно не имеет точного перевода, а скорее это какое-то собирательное слово, которое обозначает чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворенности. Чувство уюта, кстати, добавляет еще немного Шаттаблан в бокале с четырьмя кусочками льда. Вы помните, что мы в «Читай быстро» верим, что нет ничего лучше, чем сочетание хорошей книги и бокала хорошего вина. И нет лучшего сочетания в разгар лета 2020 года, чем хорошее вино и три-четыре кусочка льда. Значит, следует отметить, что последние годы, в том числе и силами Майка Викинга, «хюге», вот это вот слово, оно стало именем нарицательным и одной из основных характеристик, которые определяют всю датскую культуру, во многом присущую всему скандинавскому полуострову. Поэтому Майк Викинг в своих книгах, он очень много рассказывает о философии датчан, о их культуре, взглядах на вещи, и, в общем-то, прочитав эту книгу или послушав короткий обзор, вы узнаете, как радоваться обыденным вещам, как научиться получать энергию от простых удовольствий, и о том, как реализовать эти самые принципы датской культуры в общении, в отношении и там дома, на работе. Надеюсь, что пока я все это рассказывал, вы нашли уже прямоугольник с надписью «подписаться» прямо вот под этим видео, нажали на него, а также нажали на колокольчик, чтобы не пропустить никакие новые выпуски с обзорами нонфикшн-литературы, и уже, кстати, пишите комментарий, хорош или не очень, про «хюге», про датчан и мою манеру делать обзоры. Итак, вся книга в одном предложении. Счастье – это тонкий симбиоз визуальных, аудиальных и тактильных ощущений, которые нужно переживать в моменте. Быть осознанным, вот в самом хорошем смысле этого слова, это и есть «хюге». Тогда у вас получится окружить себя вот тем самым уютом, которое делает вас счастливым. Давайте попробуем разобраться с этим в 10 фактах, 3 задачах и 600 секундах. Счастье субъективно. Уровень благополучия страны, как вы знаете, как правило, измеряется в доле ВВП, валового внутреннего продукта, на душу населения. На самом деле, количественного измерения счастья быть не может, потому что для каждого, по версии Майка Викинга, счастье субъективно. Он отмечает, что важно то, как человек относится к своей жизни, и тогда станет понятно, что для одного на первый план выходят деньги, для другого – семья. И, в общем-то, человек, считающий себя счастливым, самое главное, уверен в том, что он все делает правильно. Другими словами, получается так, что рейтинги, выводящие страну по ощущению счастья на первое место – это очень важно. Но какое вот вам персональное дело до этих рейтингов, если вы не можете назвать себя лично счастливым? И наоборот, если каждый из нас вокруг себя построит атмосферу субъективного счастья, в которой вы будете уверены, что вы все делаете правильно, и отсюда у вас рождается ощущение счастья, у вас в семье, среди ваших близких, среди друзей, тогда и ваша вся страна, в которой вы находитесь, ну или там как минимум город, а потом дальше, дальше, больше, больше, до страны, автоматически станет самой счастливой в мире. И для этого вам важно помнить, что по Майку Викингу существует три измерения счастья. Значит, Майк говорит, что счастье может быть аффективное, когнитивное и эвдемония. Аффективное счастье – это счастье, связанное с рутиной, с мимолетными радостями, с тем, что вы делаете ежедневно, какие-то ритуалы, некоторые из которых вообще происходят автоматически, но при этом делают вас счастливыми. Например, утренний кофе – это и есть аффективное счастье. Счастье может быть когнитивное, когда вы получаете общее удовлетворение с жизнью, и какое-то одно неудачное событие в аффективном состоянии, то есть в рутине, оно не повлияет на вашу общую оценку. То есть это такое уже на уровень выше состояние счастья, которое распространяется на средние и долгосрочные периоды. И эвдемония – это радость от жизни, наполненной смыслом. Когда вы понимаете, что вы счастливы здесь и сейчас в моменте, что вы будете счастливы на протяжении продолжительного периода времени, потому что вы знаете, что вы все делаете правильно, и тогда у вас на первый план выходит какая-то цель, которую вам нужно достичь. И вот эта осмысленная ваша жизнь, жизнь с целью, когда у вас есть возможность выбирать и осуществлять какое-то действие – это и есть счастье. Мне почему-то показалось, что вот эти три измерения счастья – аффективная когнитивная эвдемония – они похожи вообще на притчу про профессора, который перед студентами наполнял стакан. Ну, это такая притча-анекдот, наверное, скорее. Наполнял стакан или там какой-то сосуд. Он вначале покидал в него камни, и несмотря на то, что стакан был полон, туда удалось насыпать еще прилично песка, который заполнил пустоту между камнями. И когда оказалось, что сосуд уже заполнен под завязку и камнями, и песком, то тогда профессор открыл банку пива, вылил ее туда же, и она тоже там поместилась. И притча, это анекдот, заканчивали словами о том, что как бы сильно не был наполнен сосуд в вашей жизни, всегда найдется место баночки пива. Вот мне кажется, что когнитивное счастье, оно наполняет вас камнями, ну, как этот сосуд, аффективное – песком, а эвдемония делает вот этот наполненный сосуд счастливым и полным радости от осмысленности жизни. Ну, и в этом всем куда же без пищи и огня. Третий факт из книги, тут особо ничего не добавишь. Стоит только отметить, что, например, всевозможные рецепты – это одна из самых вообще популярных частей глобальной сети интернет, где миллионы тонн контента и миллионы трафика все любят смотреть, как кто-то готовит, и очень многие любят и сами готовить. Поэтому, а при этом все, у кого есть мечты о доме, они хотели бы, чтобы в этом доме обязательно был открытый огонь, был камин там или какая-нибудь зона барбекю, поэтому огонь и пища, они объединяют людей с незапамятных времен. И Майк говорит, что ужин при свечах, он сближает людей в современном мире. То есть съеденная вместе пища, она питает не только ваше тело, но и душу, создавая чувство общности, укрепляя какую-то любовную связь и дружбу. И вообще, в принципе, ощущение единения вот с этими другими людьми – это важный фактор счастья. Поглощение пищи, как это ни странно, очень интимный процесс. Вы не будете ужинать, а бы с кем, или уж тем более выпивать бокал хорошего вина, а бы с кем. Поэтому вот пища и огонь, они как бы такой предвестник какого-то интимного процесса, в результате которого возникнет ощущение единения, что является одним из основоположных факторов счастья. Ну и про то, что ощущение единения с другими людьми важно – это наши два следующих быстрых слайда. Это социальное взаимодействие. Как-то ни странно, когда вы чувствуете принадлежность к какому-то сообществу, это все очень сильно влияет на ваше личное ощущение. Именно поэтому сейчас обратите внимание, как люди стали искать сообщества по интересам, места, где их понимают, где их слушают, где им интересно поделиться какими-то мыслями, потому что это и есть как раз вот эта принадлежность к сообществу. Удивительно, удивительный факт, в Дании дома расположены, ну это не очень густонаселенная страна, и они расположены на достаточном удалении друг от друга, но при этом очень популярны общие дворы, в которые с разных домов собираются люди, и соседи знают друг друга, дети там растут в безопасности, они могут играть с большим количеством других детей, собранных с большой территории, и пожилые люди не чувствуют себя одинокими, потому что они тоже приходят. Ну, в общем, такой прообраз нашего, конечно, двора, но еще и помноженный на персональную безопасность, на условную какую-то медицину, образование, вот это вот все. В общем, принцип сплоченного общества, он реализовывается, начиная со двора, и потом реализовывается во всех остальных аспектах, в том числе и в общении. Когда вы приходите в этот двор, вы приходите для того, чтобы увидеть знакомых, каких-то уже родных вам людей, и для того, чтобы пообщаться, потому что вы чувствуете себя счастливыми, когда у вас есть возможность поделиться с кем-то своими проблемами, и когда у вас есть возможность выслушать чьи-то проблемы и помочь советам. Чем больше друзей, тем больше, очевидно, моральной поддержки, и поэтому, поскольку нам важно знать, что нам есть на кого положиться, вот эта вот социальная поддержка, это важный критерий в ощущении счастья, важный критерий в осознании того, что в любой момент времени вы не останетесь один на один со своими проблемами, и вы сможете поговорить. Западное общество, вот если вы обратите внимание на американский уклад, например, это общение как раз очень-таки формализировано и поверхностно. Если какие-то реальные проблемы, то, как правило, все отправляются к психоаналитикам. Дания в этом смысле, она ближе к какой-то славянской культуре, они все разговаривают друг с другом, и нет ничего зазорного в том, чтобы поделиться своими проблемами или помочь советам. Ну и про телесный контакт отдельно хотелось бы поговорить. Это не только тот самый телесный контакт, в результате которого вырабатывается гормонокситоцин, но и на гораздо более низком уровне, когда люди, приятели, знакомые встречаются, обнимаются, держат друг другу за руки. Идеально, конечно, по телесному контакту, мне кажется, самой счастливой страной в мире должна быть Италия. Те, кто хоть раз был в Италии, наверняка знают, что абсолютно незнакомые, через восьмые руки знакомые люди на улице, при встрече могут обниматься, целоваться, как самые близкие вообще люди. И это вот как раз один тоже из факторов счастья, потому что окситоцин, который вот так или иначе вырабатывается при таком контакте, он уменьшает уровень стресса и вызывает непроизвольное ощущение радости, безмятежности. Ну, в общем, если вы хоть раз были в Италии летом, вы знаете, насколько там все круто, спокойно и здорово. И важный момент, что даже когда вы проводите время в небольшой компании, ну, не просто со своим любимым человеком сидите, смотрите телевизор, обнимаетесь, а вот там 5-6 человек, каких-то знакомых друзей, то время препровождения в такой компании, оно тоже стимулирует выработку этого гормона. Потому что существует так называемая гипотеза причастности, и она гласит, что человеку важно чувствовать единение или связь с другими людьми. И как только он чувствует эту связь, у него вырабатывается окситоцин. И этот окситоцин оказывает реальное влияние на его мотивацию и поведение. То есть, проведя сегодня вечер в компании каких-то близких, хороших, морально и эмоционально здоровых людей, на следующий день вы будете вести себя уже совсем по-другому. Хюгги в одежде. Седьмой факт из книги. Да, дресс-код Дачан – это легкая, непринужденная одежда, всегда практичность в угоду моде, всегда уют и лаконичность, шарфы, объемные свитеры, многослойность, вот эти вот футболки, рубашки, худи, свитера. Ну, отчасти потому, что да, действительно климат там достаточно прохладный. Отчасти от того, что вот это все очень легко сочетается и дарит тактильное ощущение счастья. На удивление, счастливые датчане носят, как правило, черную одежду, потому что она легко сочетается с другими вещами, и потому что, как я уже говорил, датчане, они не гонятся за модой, и совершают вот эти покупки одежды ради какого-то эмоционального своего удовлетворения, в первую очередь, а не ради погони за брендами, или не ради желания просто обладать новинкой. Им важно, чтобы было уютно, в первую очередь, и потом визуально красиво. А уж, насколько это модно, это абсолютно неважно в рамках вот этого вот хюгевского счастья. Ну и, конечно же, домашний уют. Если вы хоть раз были в Икеа, как одном из самых ярких представителей вот этой скандинавской истории про домашний уют, то, конечно, знаете, что огромнейшее внимание уделяется дизайну интерьера, потому что дом – это крепость, это место для общения с близкими, это место, где вы проводите абсолютное большинство времени, и тут каждый элемент должен подбираться с душой. Викинг даже перечислил определенные вещи в дизайне интерьера, которые должны присутствовать для того, чтобы подарить вам уют. Например, это обязательно оборудованное место для отдыха с книгой и пледом, то есть какое-то удобное кресло, диван с подушками, где вы можете, и вам будет удобно читать. Это обязательно камин или дровяная плита, тот самый открытый огонь, и сюда же к открытому огню могут еще относиться свечи. Обязательно должны быть детали из дерева, живые растения, много печатных книг, вот эта вот бумага, фарфоровая керамическая посуда из статуэтки, ну это уже такая вкусовщина, много текстиля и много маленьких подушек. Вот это вот, вот этот перечень, кстати, и, во-первых, наверное, это будут одни из самых популярных товаров в той же самой Икеи, во-вторых, если вы пройдетесь по всему этому списку и заполните его, то и обеспечите себе домашний уют. Осознанность, то самое девятый факт, присутствие в настоящем. Когда-то очень-очень давно еще, ну в общем я для себя придумал такое определение, которое называлось концепцией сиюминутного счастья. С удивлением я обнаружил, что в разных вариациях эта концепция сиюминутного счастья встречается в той или иной литературе, по-разному сформулирована, но ее смысл в том, что вы не можете быть счастливым, если вы не счастливы здесь и сейчас, в этом моменте. Если вы счастливы какими-то предыдущими периодами, живете воспоминаниями, или счастливы будущими периодами, и только ждете, что вот-вот наступит счастье, то, в общем-то, никогда этого и не произойдет. Викинг и все датчане, и я вместе с ними, мы говорим о том, что необходимо ценить каждый момент, сосредоточиться на своих текущих ощущениях, и если вы текущее ощущение можете сделать счастливыми, то значит вы будете счастливы в абсолюте. Один из лучших способов, по мнению викинга, делать вот этот сиюминутный момент счастливым, это отдыхать на природе, если у вас что-то идет не так, и вы там не можете в себе разобраться, потому что она величественна и размерена, но особенно в случае со Скандинавией, это, конечно, монументальная всегда вещь, но на природе, как говорит Майк, вы можете забыть о заботах, отвлечься от гаджетов, от пустых разговоров, и альтернативой поездки на природу может служить аренда загородного дома или коттеджа. Если вам это все не нужно, и вы здесь и сейчас уже счастливы, то сохраните вот этот момент, и постарайтесь его реплицировать как можно больше, чаще, для того, чтобы быть счастливым каждую секунду проживаемую, а не уже прожитую, или не каждую секунду будущих периодов. Ну и, конечно, хюги на работе. Это второе, наверное, по объему времени место, где вы, где датчане, да и вы тоже, и я, и мы все проводим большое количество времени, поэтому хюги, как концепция уюта и счастья, не могла бы быть полной без уделения внимания вашей работе. Подход датский позволяет чувствовать себя равноправными на работе. Датчане работают в комфортной, простой обстановке. Ну вот вы видите на фотографии, это один из офисов датских, который, в общем-то, не очень отличается от домашнего по уюту диванов, по свету, по наличию деревянной мебели и всему такому. В общем, всегда есть мягкая мебель, очень часто присутствует выпечка, запах кофе, потому что Майк говорит, что гораздо проще наладить контакт с человеком, разместившись на уютном диванчике, попивая кофе и кушая свежую выпечку, нежели за большим круглым столом на деревянном стуле с холодным электрическим светом. Поэтому про Хьюги на работе тоже нельзя забывать, как про один из факторов создания вот этого вот стопроцентно окружающего вас уюта и счастья. Такие быстрые 10 фактов из книги Хьюги секрет датского счастья Майка Викинга три задачи из книги. Если вы слушаете подкаст первый раз, то знайте, что мы в Читай быстро, читая каждую книгу, обязательно после 10 фактов, вернее, выписываем из этой книги 10 фактов, а на основе этих 10 фактов после них формируем три задачи, практические задачи, которые нужно пойти и сделать для того, чтобы книга принесла максимум полезности. Мы это делаем в букноте, это блокнот для осознанного чтения, больше про него можно узнать у нас на сайте и понять, почему он так разлинован, как туда записывать факты, как записывать задачи и что в конце каждой страницы делают советы по скорочтению. Но если у вас букнота нет, делайте это в любом другом блокноте, в телефоне, где угодно, но всегда выписывайте из книги факты и всегда выписывайте задачи для того, чтобы эта книга принесла вам максимум пользы. Так вот, три задачи, которые я себе выписал. Первое. Развитие ощущения ежеминутного счастья, не быть счастливым будущими периодами, не вспоминать о счастье прошлых времен. Здесь и сейчас, в эту секунду, самое счастливое время, когда я рассказываю вам про книгу и пью вино. Второе. Пересмотреть наполненность квартиры, заказать пару уютных пледов из Икеи, чуть больше вещей из дерева и источников света. Ну, это понятно, это про уют. И третье. Научиться готовить. Выделять хотя бы один вечер в неделю на выходных для полноценной готовки каких-то сложных блюд и их потом совместного поедания. Такими были быстрые 10 фактов, 3 задачи. Проект читай быстро, буква точка инфо. Если захотите проверить скорость вашего чтения, это буква точка инфо слэш рапид. Там можно прочитать текст. После него получить вопросы проверочные, ответить на них и получить сертификат с вашей реальной скоростью и осознанностью чтения, а также советы по тому, как эту скорость увеличивать. Обязательно подписывайтесь на канал, на YouTube, там, где вы сейчас находитесь, если вы вдруг еще этого не сделали. Кнопочка, колокольчик и комментарий. Че, по Хьюге, как думаете, стоит ли читать ее и можем ли мы быть такими же счастливыми, как скандинавы. Ну и, конечно же, блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, все про софт-скиллы, про эмоциональный интеллект, про тайм-менеджмент. Это все у нас на блоге. Буква.инфо слэш-блог. Обязательно добавляйте себе в закладки. Тоже приходите частенько. У нас там выкладываются разные всякие новые статьи. Буква.инфо, это наш инстаграм. Вроде все сказал, ничего не забыл. Вина еще прилично в бокале, поэтому увидимся через неделю. Новый я, новый вы и какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.